Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля, мы продолжаем с вами говорить о политике Иисуса Христа. Еще одним таким показательным действием, которое совершил Иисус, давая понять, что Он имеет некие амбиции на политическую власть на этой земле, является Его торжественный въезд в Иисус. Давайте прочитаем. «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествуй, тщерь Иерусалима, вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Когда пришло время Иисусу прийти в Иерусалим и пострадать, Он это сделал не как агнец. Он вошел в город, великий город, как царь. И смотрите, это не было случайным событием. Он подозвал учеников, и Он сказал, «Пойдите и возьмите осленка, и я сяду на него и поеду». Этот осленок уже приготовлен. Иисус исполнял это пророчество намеренно. В этом не было спонтанности. Когда Он это делал? Он делал это намеренно, и это говорит о том, что в Его действиях был определенный смысл. Он что-то в обязательном порядке хотел этим сказать. И смотрите, первое, на что я хотел бы обратить внимание, откуда начинается путь Иисуса. Он начинается с Ильонской горы. Место, согласно Второй книге царств, с которого началось бегство Давида. Также это место, о котором говорит Захария в 14 главе, пророчествуя о том, что именно оттуда должен прийти царь. Не просто царь, а помазанник Божий, сам Господь, который уничтожит врагов Израиля. Иисус выбирает путь, наполненный эсхатологическим, царственным смыслом. Во-вторых, Он выбирает осленка. И делает это тоже достаточно символично. И на это есть несколько причин. Во-первых, осленок напоминал о коронации царя Соломона. Во-вторых, осленок был таким, знаете, символом, я бы сказал, мира. Тем самым Христос говорил нам о том, что его царство, оно будет мирным. В нем не будет конфликтов и войн. И в-третьих, Он показывал, как я уже говорил, о том, что Захария в 9 главе пророчествовал о пришествии Мессии. Он исполнял это пророчество. Итак, вход Иисуса в Иерусалим. Это не было случайное действие. Это было действие Бога, который говорил всему Израилю и через Священное Писание говорил каждому из нас о том, что Он претендует на политическую власть на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok